В субботу на Шерпенском плацдарме захоронили останки 15 советских воинов, погибших в 1944 году в боях за освобождение Молдавии. Их останки нашли поисковики отряда «Август» и русского историко-патриотического клуба. Власти Молдова снова не дали оркестры роту почетного караула. Минобороны Молдовы отказалось прислать на церемонию солдат, хотя обязана сделать это по закону. Вот в этих гробах, обитых алой тканью из георгиевской ленты на крышке, упокоятся 15 солдат, погибших в боях за освобождение Молдавии. На то, что это бойцы именно Красной армии, указывают вещи, которые нашли рядом с павшими героями. Но установить личности не получится. Ничего подписанного, документов или смертных медальонов поисковики отряда «Август» у солдат не нашли. «Поскольку воины, которых сегодня мы предаем земле, найдены в разное время, в течение прошлого года и в разных местах, то и захоронения, соответственно, были разные. И боевые, и санитарные, и просто непохороненные, которые оставлены на месте боя, не погребенными никак. Это абсолютно разные случаи гибели». Ровно 80 лет назад за Шерпенский плацдарм велись ожесточенные бои. Это была стратегическая позиция. Отсюда до Кишинева всего 30 километров. За несколько месяцев только по официальным данным здесь погибло 13 тысяч наших солдат и офицеров. Их останки каждый год находят вблизи Шерпен и соседних сел. Поисковики отмечают территорию буквально усеяно железом. Артефакты находят даже на этом мемориальном кладбище, когда копают могилу для воинов. «В минувшем году мы обнаружили ящик от пулеметных лент. В нынешнем году провод, причем провод очень интересный, провод связи. Два состыкованных между собой провода. Немецкий провод и советский. Конечно, когда мы нашли этот провод, первая мысль, которая пришла в голову, какие команды по этому проводу передавались здесь в апреле 1944 года». На прощальной церемонии гробы несли не военнослужащие Минобороны Молдовы, а ветераны боевых действий. Салютную команду и оркестр власти Молдовы не выделили, хотя в законе прописано, всех солдат нужно хоронить с воинскими почестями. В итоге организаторы провели церемонию своими силами. Хуже от этого точно не стало. На плацдарм приезжали целыми группами на автобусах, а в числе почетных гостей был ветеран Отечественной войны и чрезвычайный посол России в Молдове. «Сегодня как никогда актуальна надпись на могиле неизвестного солдата в Москве слова Сергея Михалкова. Подвиг его бессмертным, имя его неизвестным. И наша с вами задача – бережно хранить память об этих людях, помнить о том, что мы здесь сегодня живем благодаря им. Советских солдат похоронили по православным обычаям. Перед захоронением гробы с их останками оставили на ночь в храме. На кладбище за их души помолился батюшка, а первую горсть земли в их могилу кину ветеран Великой Отечественной из Кишинева под гимн Советского Союза. На алтарь победы мы вынуждены были положить около 27 миллионов жизней советских граждан. И среди них эти безымянные герои, которых мы собрались проводить последний путь.